Музей Переступить порог этого здания мечтают многие. В нем находится музей, известность и славу которому принес один увлеченный человек с золотыми руками. Деревня Рускинская находится на севере Саргутского района. Расположена она на правом берегу реки Трамьоган. Именно это название зафиксировано на всех географических картах. Но местные жители называют реку иначе – Трамаган. Существует несколько версий, откуда появилось название Рускинская. Утверждается, что одним из первых жителей этих мест был Иван Рыскин. Со временем хантыйская фамилия трансформировалась в Рускины. Она и дала название сначала поселению – Рускинские юрты, а затем и современной деревне. Нередко не только жители Рускинской, но и близлежащих городов – Сургута и Коголыма – называют деревню не Рускинская, а Рускинские. Рускинские сегодня проживают как в этой деревне, так и на территориях традиционного природопользования за ее пределами. И то, что один из самых знаменитых музеев Югры – Рускинской музей природы и человека – находится на улице Рускиных – тоже не случайность, закономерность. Музей в этой деревне основал не ее коренной житель, а уроженец Кировской области – профессиональный охотовед Александр Павлович Ядрошников. Основой ему послужила личная коллекция тексидермии, которую Александр Павлович создал дома, сам, своими руками, не имея фаланг пальцев на руках. У каждого экспоната своя история. Ни одно животное не было убито специально, ради того, чтобы изготовить чучело. Какие-то звери и птицы погибли случайно, какие-то животные – охотничьи трофеи. Но нередко их приносили сами таежные жители, которые защищали свои стойбище и деревню от самых разных лесных хищников. В первые годы своего существования музей располагался в небольшом вахтовом вагончике. Но в канун 4-го международного фольклорного фестиваля финно-угорских народов деревня в качестве подарка получила новый дом культуры и вместо общежития для вахтовиков-нефтяников – новое здание музея. Но и более объемное, новое пространство очень быстро заполнилось экспонатами. И тогда встал вопрос о строительстве специализированного, а не приспособленного здания. Зоологическая коллекция, в которой представлена фауна сургутского приобья, в современном здании музея занимает значительную часть стационарной экспозиции «Мир священной реки Трамаган». Но весьма привлекательна и этнографическая коллекция, которая знакомит с укладом и жизнью трамаганских ханты. Традиционная культура этой локальной группы обских угров представлена самыми разными предметами промысла и рукоделия, бытовыми вещами, комплексами зимней и летней одежды, а также средствами передвижения. Некоторые предметы являются рабочими и при необходимости могут быть использованы и в наши дни. Особое место в музее занимают вещи и предметы, связанные с проведением религиозных обрядов и праздников. К этой медвежьей голове, которую жители Трамагана считают священной, люди приходят не только, чтобы помолиться. Часто, принося дары, просят исполнить их желания. Берестяной чем кажется, что сделан недавно, но это один из старейших музейных экспонатов Югры. Являясь носителем русской культуры, Александр Ядрошников создал музей для детей «Зал русских народных сказок». Их персонажи легко узнаваемы и любимы. А еще Александр Павлович по крупицам собирал экспонаты, связанные с бытом русского старожильческого населения Западной Сибири. Оно активно стало обживать эти земли после легендарных походов Ермака. Старинных фотографий, документов и вещей того времени немного, но они есть, и это тоже часть многовековой истории Югры и Сургутского района. Большой, но малоизученный пласт. В 1992 году Александр Ядрошников с разрешения местных жителей перевез с заброшенного стойбища на реке Лимпас две жилые избы и хозяйственный лабаз. Так было положено начало формированию под открытым небом паркового архитектурного комплекса Трамаганских ханты – хантыйское стойбище. В 2019 году в состав Русскинского музея природы и человека вошел Центр национальных культур. Благодаря такому объединению здесь стали чаще проходить мастер-классы по возрождению и сохранению традиционных хантыйских ремесел и промыслов. Дополнительный интерес к культуре коренных малочисленных народов Севера вызывают и различные национальные праздники, которые проводятся в деревне. Русскинской музей природы и человека является органичной частью культурного ландшафта и предметом гордости не только жителей деревни и Сургутского района. Это один из культурных брендов всего Ханты-Мансийского автономного округа. Посещение Русскинского музея обязательно рекомендуют все путеводители по Югре. Экспонаты, которые создал и собрал Александр Павлович Ядрошников, раскрывают очень простую, но такую естественную историю – гармоничную связь человека с живой природой. Поэтому тысячи людей ежегодно специально приезжают в Сургутский район с одной целью – увидеть своими глазами музейные экспозиции. Все это только подтверждает, что среди современных сельских музеев страны Русскинской музей природы и человека имени Ядрошникова – не просто один из лучших, он уникальный для России, не похожий ни на какой другой. Русскинский район Русскинский район Русскинский район